Здравствуйте! В эфире программа Агрокурьер. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Бизнес-леди развивает птицеводческий проект. Что посеем, то и пожнем. Для крестьян эта фраза и в Седой Руси была сермежной истиной и сейчас остается актуальным трендом. Смысл ведь ее вечен. Только от доброго семени можно получить доброе племя. Сельхозпредприятия Кормала Кошкинского района пословицу не только цитируют, но и воплощают в жизнь. На базе хозяйства крупный агрохолдинг области недавно приступил к строительству завода по производству высококачественного семенного материала. Приемка, несколько стадий очистки, сортировка, сушка и отгрузка. Технологический процесс может довести до кондиции самый широкий спектр сельхозкультур, включая мелкосемянные. Проектная мощность комплекса – 16 тонн продукции в час. Общий объем хранения – 14 тысяч тонн зерна. Введение в строй объекта снимет все вопросы с условиями подготовки семян до нужного ГОСТа в десятках других хозяйств холдинга. При этом инвестиции, а это более 100 миллионов рублей, вернутся сторицей. После запуска завода областные власти компенсируют 20% затрат. Работаем ряд лет. Петку старую сделали, отремонтировали. И вот в две смены работаем зимой, правда, ну по пять часов, потому что прохладно, условия все-таки не совсем активно. И вот начинаем с, грубо так, с октября месяца и чуть-чуть укладываемся до первого апреля. А это даст нам возможность, допустим, ну где-то, если производительность ее даже будет, пусть по пшенице она будет 16 тонн в час, пусть, ну, 8 тонн пополам, так. И то это уже где-то 20 дней, вот и все, и весь вопрос решен. Правда, еще до старта возник острый кадровый вопрос. Имеющиеся в хозяйстве специалисты уже не в состоянии управлять суперсовременным оборудованием. А вот молодежь – самая подходящая почва. Вот и решили заранее подготовить кадры из студентов местного техникума. Оборудование немецкое. Вот уже мы не по-немецки, я не знаю, не оборудуем такое. Вот будем стараться учиться, учить. И желательно, конечно, и училище, как бы учил таких студентов, чтобы мы могли спокойно обратиться к ним, любым вопросом. Чтобы студенты у нас могли на практик приезжать. Есть такая возможность. Училище с школы у нас, у школьники обращаются. У нас работают весной. На семейных участках работают. В другом предприятии района, сельхозкооперативе «Надеждина», проблема та же, но, как говорится, под другим соусом. Став частью холдинга, оно вобрало в себя несколько банкротящихся животноводческих хозяйств. За счет адресных инвестиций скот спасли. Даже смогли кое-где реконструкцию провести. Построили летние лагеря, отремонтировали помещения для молодняка, в двух коровниках установили молокопровод. Оживилась работа и по воспроизводству стада. Продуктивность и породистость местных буренок теперь повышают с помощью искусственного осеменения. Но в общей системе возрождения есть и слабое звено. Все те же кадры. Хозяйство испытывает дефицит как узких специалистов, так и простых скотников и доярок. Как вылечить язву, к счастью, знают. Привлекать и закреплять работников намерены с помощью строительства жилья. Я выражаю всегда так. Остались те люди, которые остались работать на данный момент. Вот и стараемся, чтобы их поддерживать и привлекать более другой контингент. Тем самым увеличивая и улучшая места работы и зарплата. Только за счет этого считаем. Ну, естественно, разрабатывается вопрос о жилье, чтобы кто приходит, если есть желание, у него нет жилья, то его стимулировать. То есть, ну, так сказать, субсидировать на жилье. Не просто построить жилье для кого-то и не зная, кого пригласить. А если человек хочет работать и желает жить, работать, хорошо работать, ему субсидирование жилья, как делается, наверное, в последнее время во всех местах у нас. Одна из причин дефицита кадров – банальное отсутствие связки между обучением и производством. Теперь их свяжут в единое звено. На днях сразу в двух районах области были подписаны трехсторонние соглашения о целевой подготовке студентов. Заинтересованы лица – муниципальные власти, техникумы и руководство агрохолдинга. В рамках соглашения учебные учреждения сформируют специальные группы для обучения по востребованным профессиям. А сельхозпредприятия холдинга из Кошкинского и Елховского районов гарантируют получение практики и дальнейшее трудоустройство учащихся. Это дает техникуму право использовать по договоренностям производственную базу данной компании как ресурсный центр. И, наверное, это правильно, потому что такого набора техники и разного профиля, наверное, нет ни в одном учебном центре. Создать ресурсный центр такой – это достаточно дорогостоящее удовольствие. А здесь во время обучения, прохождения практики и потом прихода на работу, они могут уже знать все, что есть сегодня как в растеневодстве, так и в животноводстве. Ветеринарам ведь что необходимо? Им необходимо животное – брать кровь. Вот сегодня есть тут несколько голов, у которых воспалены суставы. Они должны это уметь все делать, обрабатывать, обрабатывать копыта, брать анализ крови, проводить прививки, те, которые положены на чем. Это нормальная база. Нормальная база там, где могут принять, расселить. И не на один день утром приехали, вечером уехали, а пожить здесь недельку, две для этого. Все возможности есть у этих предприятий. Районные же власти при поддержке областного минсельхоза помогут заведениям в переоснащении материальной базы, чтобы приблизить обучение к реалиям производства. Тихий щебет пушистых комочков громко заявляет о зарождении жизни нового хозяйства. Село Утевка Нефтегорского района. Совсем недавно здесь оперился и встал на крыло любопытный птицеводческий проект. Он не поражает масштабами какой-то ультрамодной технологии. Его изюминка – это смелое желание фермеров открыть новые горизонты и помощи в этом со стороны государства. А желание у сельской бизнес-леди Любови Водопьяновой было одно – чтобы на столах у жителей родного села всегда было свежее, охлажденное мясо птицы. Мы видим на прилавках, что замороженные, перемороженные, в общем-то, деревенская птица сейчас востребована. Мы будем стремиться к тому, чтобы птица наша была без антибиотиков по мере возможности, да, и без каких-то добавок, то есть натуральный продукт. Поэтому мы думаем, мы все-таки будем конкурентоспособны, и поэтому все у нас получится. Благой порыв плавно перешел к вложению инвестиций. Любовь Александровна выкупила помещение, провела там ремонт и подключила коммуникации. Приобрела большую партию яиц и инкубаторы. Затраты немалые, да и сейчас по кошельку бьют высокие цены на корма. И это даже при наличии у супруга фермерши растеневодческого хозяйства. Снизить расходную часть в этом сегменте сельским бизнес-дебютантам помогла государственная программа «Начинающий фермер». Птицеводческий проект прошел согласование в областном месельхозе и вернулся с грантовой поддержкой в полтора миллиона рублей. Мы будем стремиться к тому, чтобы после, скажем так, месячного содержания перейти на свой корм. Для этого, опять же, мы получили оборудование на деньги, которые нам по гранту пришли. То есть свой мини-цех комбикормовый. То есть мы будем производить гранулы уже для птицы. Соответственно, и для своей, и надеемся, что будем для населения это продавать. Супруг у меня является тоже главой крестьянско-фермерского хозяйства. У него растеневодство направление. То есть с кормами проблем не будет с поставкой зерна. Будем развивать именно то направление, которое нужно нам. То есть пшеница, кукуруза. Я думаю, что это все востребовано. Грантовая поддержка не только подстегнула, но и обязала. По условиям программы глава фермерского хозяйства должен трудоустроить на новое предприятие до трех человек. На Утевской ферме уже работают две птичницы. А до конца года в штат примут еще троих специалистов. Все местные жители. Работы не было в поселке. С открытием этого производства появилась работа вакансии. Надеемся на продвижение это, расширение, чтобы было больше работы у нас. До этого нигде не работало. Работы не было. Ну это как счастье можно сказать. Да, конечно. Все условия для работы есть вполне. Зарплата нормально устраивает для населенного пункта, так можно сказать. В рамках программы на грантовые средства было закуплено и оборудование для забоя и охлаждения мяса. Географию реализации уже продумали. В первую очередь ставка на свой район. Есть договоренности с торговыми точками, где продукция будет представлена под собственным брендом. А также варианты сотрудничества с местной потребкой операцией. Хотелось бы, конечно, чтобы наш район был обеспечен, так сказать, свежей продукцией. Но те объемы, какие у нас будут, этого будет недостаточно нашего района. Поэтому будем выходить также на область. Кормление и паение на новой ферме пока что производится вручную. Это временно, уверяет владелец, в планах приобрести новые помещения, где будет полностью автоматизированное оборудование. Есть и задача максимум – заложить собственное родительское стадо, чтобы не зависеть от поставки яйца и увеличить объемы производства. Новая эра в агрокультуре. Сыдринский завод «Сельмаш» начал выпуск уникального посевного комплекса по ресурсосберегающей технологии. Производство агрегатов ведется совместно с австралийскими производителями марки «Рогра» и основано на самых передовых мировых технологиях выращивания зерновых культур. Использование посевного комплекса позволяет снизить нормы высева, значительно сэкономить топливо и гарантирует получение приличного урожая даже за сушливый год. Эффект сохранения влаги достигается за счет минимального разрушения почвы вокруг семени. Четкий контроль глубины посева в зависимости от каждого параллелограмма и высевного устройства. И когда мы располагаем семя в строго отведенном месте, мы мягко утрамбовываем почву вокруг него, что позволяет ему прорастать с запасом влаги. Агрегат предназначен для посева зерновых, пропашных и мелкосемяных культур. Экспериментальные посевы на самарской земле убедили аграриев. Агрегат способен на порядок снизить себестоимость производимой продукции. Они раскусились хорошо. Там продуктивных землей где-то 4-5. Заделка семян, болезней нету, не видно на посевах. Ну, в общем, вот такой эффект он произвел. Высокая степень локализации позволяет заводу «Сельмаш» в кратчайшие сроки освоить производство и поставлять технику не только по Самарской области, но и в другие регионы России. В этом году мы уже начали производить рабочие органы сварку рам, что позволяет снизить себестоимость конечного продукта. На данный момент у аграрии в Самарской области есть возможность приобрести данный комплекс и получить существенную скидку за счет субсидий в размере 20%, которые обозначены правительством Самарской области. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok